Это будет, пожалуй, один из самых коротких по хронометражу обзоров на нашем канале Ведь эта мышка действительно интересная, но, к сожалению, имеет всего лишь одно отличие от своих предшественников Привет, меня зовут Арсений, и ты на канале Игроман Ну а это обзор Z Prime Pro Let's go! И сразу же к начинке Внутри девайса стоят те же компоненты, что и в других мышках линейки Prime Это коричневый F-switch с нормальными отсечками и тихой прокруткой Ихуана Yellow под боковыми клавишами с коротким ходом Ихуана Blue Shell White Dot под основными Клик все так же хорош, задержка микриков минимальна И по нашим замерам составляет порядка 4,5 мс При игре ее не ощущается, но одно изменение в мыши все же есть Это сенсор Тут стоит новинка от PixArt PAW3370 Это современный сенсор 2021 года Который имеет максимальную чувствительность в 19000 dpi А также считывает ускорение в 50G400 IPS К тому же данный сенсор очень энергоэффективный И если вы не знали, то помимо проводной версии Z Prime Pro Которую мы сейчас снимаем для вас Существует еще и беспроводное решение Которое называется так же Начинка у проводной и беспроводной версии полностью одинаковая Даже сенсор один и тот же 3370 от PixArt Единственная разница заключается в том, что у беспроводной версии Есть аккумулятор на 580 махов или же 60 часов работы А у проводной его, как вы понимаете, конечно же, нет Также разница заключается и в цене Беспроводная версия стоит на 400 рублей дороже Но при этом всем она намного интереснее Мышь все же беспроводная Форма, клики, пред-тревел и пост-тревел остались прежними Смысла заново записывать эту часть для вас точно нет Это же можно сказать и про саундтест девайса Если вам так интересно, как звучит эта мышь Можете смело посмотреть любой обзор линейки Z Prime Комплектация никаких изменений не претерпела Это все та же летая спинка, две наклейки, два комплекта запасных тефлоновых ножек И инструкция по эксплуатации В общем, все шикарно Форма, хваты и материалы аналогичны другим девайсам линейки Prime Ведь мышь у нас симметричная, с такой же неизмененной формой и размерами И даже возможность замены панели LKM и PKM сохранилась Как я и обещал, обзор получился максимально короткий, емкий и информативный Ведь по сути Z Prime Pro отличается от других мышек и некий Z Prime всего лишь другим сенсором Ну и конечно же ценой Ну а что ты думаешь по поводу этой мышки? Свои мнения пиши в комментах Ну а мы с тобой прощаемся, до следующего видео Увидимся уже совсем скоро Пока Субтитры создавал DimaTorzok